Посетители Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с уверенностью могут сказать, что на пенсии жизнь только начинается. Творческие мастер-классы, клубы по интересам, культурные программы, подготовленные сотрудниками отделения с дневным пребыванием, помогают бабушкам и дедушкам даже в солидном возрасте открыть в себе новые таланты и в очередной раз почувствовать вкус к жизни. Немаловажное направление работы отделения – медицинское сопровождение. Ведут прием у нас врач-терапевт и врач-физиотерапевт. Терапевт назначает такие процедуры, как внутривенно-капельные, внутримышечные инъекции. Физиотерапевтический блок довольно-таки разнообразен. И стараемся разнообразить его теми методами, которые высокоэффективны и малозатратны. Покупкой продуктов, приготовлением пищи и другими бытовыми заботами пенсионеров и инвалидов социальные работники занимаются на дому. За один рабочий день специалист успевает уделить время четырем подопечным. Наша задача – прийти, накормить, напоить, обработать, поддержать. Не только физически, но и эмоционально, психологически стали уже родными и близкими людьми для многих наших клиентов. В канун профессионального праздника в адрес тех, кто выбрал свои миссии и помощь людям, звучали слова поздравления и благодарности. Сегодня в базе управления социальной защиты более 58 тысяч саровчан. А это значит, что больше половины всего населения города хоть раз обращались за социальной помощью. Не так много, наверное, профессий, не так много вот такой деятельности профессиональной, в которой результат виден сразу. Вот вам в этом отношении, я считаю, повезло. Если вы делаете, вы сразу видите, что вот, ну вот, людям становится легче, им становится лучше. За многолетний добросовестный труд и профессиональные успехи сотрудникам учреждений социальной сферы вручили грамоты и благодарственные письма министра социальной политики региона, главы города и администрации. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.